Добрый-добрый день, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я расскажу про породы кур, которых держу. Покажу вам инкубационное яйцо и цыплят, каких я вывожу. Перед нами яйцо Михеленской кукушки, Кучинской юбилейной, Брезгальской, Черно-Медного марана и Кроссовой курочки, Доминант, по-моему, 109. Не важно. Значит так, по Михеленской кукушке, что хочу сказать. Очень хорошая порода, своими мясными показателями, дает от 150 до 180 яиц в год. Сера крапчатая, такая очень красивая птичка, рослая, крупная. Держу из-за мясных показателей вместо бролеров, ну и яйцо дает очень даже приличное. Кучинская юбилейная, рыженькие курочки с черным подпалом, очень симпатичные. Наша российская порода, давнишняя порода, очень хорошо себя показала зимой, непривередливая, несется зимой тоже. Брезгальская порода, порода французская, белая курочка, синие лапки. В принципе, по яйценоскости, я бы сказала, такая же, как Кучинская юбилейная, стабильное яйцо в любое время года. Марам черно-медные, это моя любимая порода, курочки черные, с медной гривой на шее. Очень-очень продуктивные, яйцо крупное, яйцо очень вкусное. Ну и, в общем-то, я их просто очень-очень люблю. И вот такое вот голубое яйцо, кто смотрит меня давно, мне в прошлом году презентовали 5 курочек, которые начали давать вот такое яйцо голубое. Многие говорили, что это доминант, кто-то говорил, что это легбар кремовый. В общем-то, не суть, я как породу их отдельно держать не собиралась и не буду. Мне интересен именно цвет этого яйца. В этом году я решила поэкспериментировать, начитавшись информацией, что, в принципе, это практикуется, скрещиваются куры разных пород с разноцветным яйцом для того, чтобы получить яйца зеленые, розовые и так далее. Я скрестила, значит, у меня курочки с голубым яйцом, петушок вот с таким темно-коричневым яйцом. Я спарила их, получила инкубационное яйцо, заложила в инкубатор и вывела цыплят. Сейчас покажу, что получилось. Друзья, ну вот такая вот малышня у меня разновсякая. Два цыпленочка, даже белые вот практически. В основном, в основном по окрасу очень напоминают маранов. Ну, во-первых, потому что самец был в маран, черно-медный, чистопородный. Ну, и потом, я думаю, что все-таки породная птица, она доминирует, да? Поэтому все-таки клетки гена марана, они, в общем-то, здесь вот перекрыли вот эти вот кроссовые гибридные породы. Какие здесь были породы намешаны, я не знаю. Вот, ну, в общем-то, мне не важно, мне важен, конечно, результат. Важен результат, какой будут давать эти курочки. Я читала информацию, это называется егеры, вот такое скрещивание. Конечно же, это не породные цыплята, но преимущество в том, и весь интерес в том, что они будут давать яйцо между голубым и коричневым. То есть это будет такого оливкового, темного, болотного цвета яйцо. Ну, это здорово. Мне кажется, что это очень даже хорошо, когда будут разные всякие по цвету яйца. Такая пасхальная корзинка, да, вот фотография, очень мне нравится в интернете, когда в одной корзинке не крашеные, натуральные, но цветные яйца. Вот этого я и хочу добиться. Вот, друзья, примерно мы с вами прошлись по всем породам. Посмотрим дальше, что у нас будет выходить из этих цыплят, как они будут подрастать. Если только меня не уговорят, я их не продам, потому что очень-очень просят люди. Посмотрели, что я заложила такое инкубационное яйцо в инкубатор. Во-первых, сказала, что цена на цыплят будет такая, очень демократичная. И прям просят и просят. Ну, возможно, ну, ничего страшного. В принципе, это все в моих руках. Если не этих цыплят, то и все равно я для себя таких цыплят выведу. И обязательно покажу, что получилось. Я, конечно, ожидала, что будут рыженькие и какие-то цветные курочки. Но все-таки моран, сильный ген, перекрыл все вот эти кроссовые смеси. В кроссовые птицы там смесь пород идет для того, чтобы получить определенный результат. Там может участвовать до пяти, до семи пород. У меня, в общем-то, кроме двух белых цыплят, ничего такого необычного не вывелось. Я ожидала, что они будут или с хохолками, или рыженькие. Ну, вот как вы сами видели, такого не случилось. Ну и ладно. Посмотрим, как они будут оперяться, что из них получится. Ну, или у меня, или у кого-то по двору будут ходить красивые курочки, которые будут нести вот такое красивое яйцо. Будет яичко у них и голубое, и коричневое, и такое темно-зеленое. Здорово, здорово. Всех была рада приветствовать на своем канале, ребята. Пишите ваши вопросы. Всего вам доброго. До новых встреч.